Девушки отдыхают Здравствуйте, наши юные телезрители! Сейчас мы будем сказку рассказывать. Как вы думаете, какая сегодня будет сказка? Кто знает? Тишина! Вам интересно, наверное, да? Открываем наш волшебный сундучок и смотрим, что же сейчас тетушка-согушка достает. А она достает. Бабу-егу! Машенька! Еще кого мы достаем? Братца! Иванушку! Маленького такого не пас? Гуси-лебеди! Правильно, Лиза! Гуси-лебеди! Будем слушать сказку? А кто нам поможет в сказку попасть? Волшебная книжка, которая как называется? Гуси-лебеди! Гуси-лебеди! Смотрите! Ну что, начинаем? Ага! Ушки приготовили? Ага! Слушаем! Да! А я вообще не боюсь! Правильно, нечего их бояться! Смотрите! Давайте начинать нашу сказку! Жили-были старичок со старушкой. И была у них дочка Машенька и сыночек Ванечка. Да? Машенька была уже взрослая, а Ванечка был еще маленький. Вот поехали батюшка да матушка на базар. На базар? Да! И говорят они Машеньке, Машенька, присмотри за Ванечкой. Да? Да! Мы тебе платья красиво из базара привезем. Что Машенька им ответила? Да! Да! Я посмотрю за Ванечкой, да? Вот остались они одни в доме. А она сказала, Ванечка, ты посиди, пожалуйста, здесь на крылечке, да? Да! А я быстренько-быстренько сбегаю к подружкам. Они там хороводы водят за деревней. Ванечка маленький сказал, хорошо, посижу. И остался сидеть где? Около дома. Мимо летели в это время кто? Куси! Куси-лебеди! И они что сделали? Посмотрели. На крылечке сидит один Ванечка. Да? А они его посадили на спину и унесли. Машенька наигралась. Время-то она не учла, да? А приходит, туда побежала. Нету Ванечки. Сюда побежала. Нету Ванечки. Ну, что делать, нечего. Батюшка с матушкой ее старшей назначили. Пора в путь-дорожку. И пошла Ванечка искать братца, да? Идет она по полям, да? По лесам. По лесам. По лесам. Смотрит. Кто стоит? Пилечка. Да? У нас печка стоит. С пирожками. Да, с пирожками. Она подходит. Да, у нас печка какая красивая. Она спрашивает и говорит. Пилечка, матушка, ну-ка скажи мне, пожалуйста, куда пусть лебеди моего братца понеслись? А печка ей что ответила? Поешь моего ржаного хлебушка. Я тебе все и расскажу. Хм, не буду я ржаной хлебушек кушать. Я пироги люблю. Сдобные, с черникой. Пошла она дальше, да? Идет дальше, дальше, дальше идет. Яблонька стоит. Матушка, яблонька, ну-ка расскажи мне, пожалуйста, куда гуси-лебеди моего Ванечку понесли. Что ей матушка яблонька сказала? Скушай моего яблочка, да? Да. Я тебе все расскажу. Хм, твои яблоки кислые? Невкусные. Я у батюшки даже красные не ем, сладенькие. Повернулась и пошла. Идет дальше. Там встреча река. Речка там, да? Речка. Дорогу преградила. А какая речка была волшебная? Молочная речка, кисельные берега. Что ей речка сказала? Съешь кисельку, запей молочком, я тебе все укажу, куда гуси-лебеди полетели. А Машенька у нас такая стоит, да? Не буду я их кисель твой невкусной. У меня, у батюшки и сливочки не едятся. Речка дальше потекла, не стала с ней разговаривать. Ну и ладно, сама найду. И пошла она дальше. Идет. А там что у нас тут? Избушка. Избушка. На курьих ножках. А в ней Баба Яга спала. Она подошла к избушке. Схватила она Ванечку на руки, да? Как мы маленьких братьев и сестреночек хватаем на руки. И побежала бедом быстрее, быстрее. А Баба Яга спит. Ах, все бы хорошо. Да в это время гуси-лебеди... Летели. Закричали. Они увидели, что Машенька схватила братца и побежала. Ах, Баба Яга проснулась, встала и говорит, фу, как русским духом пахнет. Да? Ах, посмотрела. Нету Ванечки. И послала. Ну-ка, сносатые, ко мне. Прибежали гуси и полетели вдогонку. Ах, за Ванечкой и Манечкой, да? Да. Бежит Ванечка с Манечкой. А там что у нас? Речка. Давай, помогай. Ну-ка, вспомогаем Ванечке с Манечкой. Как речка? Вот так вот, да, у нас? Вот она. Вот она. Ой, речка-матушка. Пусти, пожалуйста, спрятаться. А то гуси-лебеди летят. Сейчас поймают нас с Ванечкой-то. Что ей речечка сказала? Съешь. Съешь моего кисенька. Правильно. Она быстренько съела сама, братца накормила и спряталась под речкин берег, да? А тут пролетали гуси. Вон они летят. Смотрите, 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 полетели. Не заметили Ванечку с мамочкой, да? Машенька сказала, спасибо тебе, речка-матушка, да? Побежали они дальше, бегут, бегут. Видит, стоит, что у нас яблонька. Что она ей сказала? Яблонька-матушка, дай мне спрятаться под твоими ветвями. Она что говорит? Кушай моего яблочко. Тогда я тебя спрячу. Машенька стала умной, да? Она поняла свою ошибку. Что она сказала? Конечно, съем и братца накормлю. Быстренько-быстренько сорвала яблочко, съела сама, братца накормила. И спрятались они за яблоньку. Да? Да. Гуси-лебеди полетели, полетели, полетели. Не увидели братца с сестрицей. Она вышла, низко поклонилась яблонке. Сказала, спасибо тебе, яблонька. И побежала быстрее дальше. А дальше яблонька. Гуси-лебеди увидели их. Догоняют. Сейчас, вот, вот, прямо сейчас догонят. Что же дальше делать-то? А тут печка. Печка, да? С пирожками с ржаными. Матушка-печка, спрячь меня, пожалуйста. Съешь моего пирожка ржаного. Тогда спрячу. Да? Да. И тут что случилось? Быстренько она съела сама пирожок. Один взяла, один в кармашек положила. И Ванечку накормила. Печка их спрятала. А когда гуси-лебеди пролетали прямо над печкой. Как они летели? Низенько-низенько-низенько. Машенька, да? И печка что сделала? Горячим жаром на гуси-лебедей полыхнула. Вышли Манечка с Ванечкой. А тут уже и до дома. Быстро-быстро добежали. А кто их там дома ждал? Баба сидела. Матушка и батюшка. Машенька все рассказала родителям, да? Нельзя ничего утаивать от родителей. Родители сначала немножко ее кожурили. Сказали, что нужно слушаться. Правильно они сделали? А потом подарили ей платье. А Ванечке пряник печатный. Вкусный. А тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. А кто слушал до конца, тому два красивых кольца. А кто слушал половинку, тому баночку малинки. А теперь посмотрите. Ой, какую красивую печку нам наша художница нарисовала. А кто там на этой картинке изображен? Ну-ка подскажите мне. Иванушка и Айонушка. Машенька у нас. Машенька, да? А еще что? Печка. Гуси-лебеди. Диносатые. А вы, мои маленькие слушатели, и вы, юные телезрители, нарисуйте все, что вы увидели в нашей сказке. Мы будем рады вашим рисункам. И присылайте их на почту к тетушке Саве. А знаете, какой у нас адрес? 142-717, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, дом 105, дробь 1. Почта тетушки Савушки. Мы ждем от вас писем. Ваши рисунки мы обязательно покажем в следующей программе. Присылайте. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова